Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал 7 семян, я Лариса Зарубина. Сегодня я хочу с вами поговорить об удивительном цветке, который крайне редко встречается пока в наших садах. Но благодаря тому, что цветы, семена этого цветка появились уже сейчас в продаже, то есть мы с вами можем совершенно спокойно высевать и наслаждаться вот этим прекрасным цветочком. Называется он Ptylotus joy. В простонародье его еще называют лисий хвостик или кошачий хвостик. И действительно он чем-то напоминает на вот этот вот кошачий хвостик пушистой кошки или лисий хвостик. Растение удивительное по красоте. Оно настолько выбивается из общей картины, привычной для нашего глаза картины, что кто бы его бы не увидел хоть однажды, влюбляется в него сразу. И каждый мечтает посеять его в своем саду. И это действительно оправдано. Ptylotus joy это очень, скажем так, неприхотливое растение. Единственное, у него есть несколько пунктов, которые нужно соблюдать для того, чтобы достичь вот такого красивого цветения. Ну, первый пункт это то, что ранний посев. Друзья, сеять его нужно в январе месяце. Растение, которое длительный период стратификации, полтора месяца фактически, нужно отдать на стратификацию. И семена у него мелкие, сеем его поверхностно. Лучше сеять по снегу. Земля, снег. Сеем как землянеку. Накрываем крышку. И на полтора месяца ставим на стратификацию прохладное место с низкими положительными температурами. После этого мы заносим его в дом и начинаем проращивать. Проращиваем на свету. Температура проращивания 25 градусов. Это теплолюбивое растение. Ну, и потом дальше агротехника за ним очень такая простая. Единственное, что вы должны помнить, что птилотус джой – это растение, которое предпочитает кислую почву. Или слабо кислую, но все-таки больше, ближе именно к кислой почве. И еще, друзья, его будет прекрасно посадить в ноги кислолюбивым растениям. Ну, такие как гортензии. Пока они набирают силу и будут у нас цвести во второй половине дня, птилотус джой уже будет исполнять вот эту картину и радовать своим вот таким прекраснейшим цветением. На сегодняшний день есть птилотус джой. Ну, во всяком случае, я видела это лилового цвета и сиреневого цвета. Высота вот этой пушистой метелки где-то около 20 сантиметров. В диаметре 5-7 сантиметров. Вот я видела 7 сантиметров, но это такой, знаете, пушистый действительно хвостик. Очень красиво смотрится, настолько неординарно. В сочетании, вот как я уже сказала, с гортензиями великолепно. В сочетании с лаками, в сочетании с цветами, которых он может оттенить. Ну, например, ирисы, у которых длинные листва и такая узкая листва. И посадите птилотус джой. Вот эти вот лисие хвостики смотрятся просто потрясающе в сочетании вот с этими вот такими вот необычными листьями, в сочетании с ирисами. Прекрасно смотрятся с различными растениями однолетними. Те, которые тоже напоминают какую-то экзотику. Можно сочетать по контрасту, можно сочетать по цвету. В общем, это растение, скажу так, что совсем без проигрыша. Ну, от слова совсем. То есть, где бы вы его ни посадили, в одиночном исполнении, в союзе с какими-то другими растениями, везде он будет к месту, везде будет хорошо смотреться. Подросшую рассаду мы высаживаем в открытый грунт только тогда, когда минует угроза возвратных заморозков. Даже небольшие морозы могут погубить растения. И самое главное, друзья, не только температура должна быть подходящая, но еще и должна прогреться почва. Поэтому я вам рекомендую высаживать в открытый грунт тогда, когда вы будете сажать огурцы в открытый грунт. Вот в этот период времени можно будет высаживать рассаду птилотуса. Помните, солнечное местоположение, кислая почва, рыхлая, богатая гумусом. И тогда ваш птилотус будет настолько ярко цвести, что аж дух захватывает. Начинается цветение у него где-то через 3-3,5 месяца, ну может быть даже 4 месяца после того, как появились первые всходы. Вот ориентируясь на такой период времени. Поэтому ранний посев для него имеет действительно очень важное значение. Я уже даже знаю, что вы сейчас какой вопрос задаете. Где купить семена этого птилотуса Джоя? В интернет-магазине 7 семян он есть, друзья. Так что кто любит вот такие экзотические цветы, необычные окраски и необычные формы, посмотрите. Там достаточно большая коллекция и достаточно большая коллекция редких цветов. Поэтому посмотрите. Помните, что для подписчиков канала 7 семян промокод Польза, который дает минус 10% скидку. И еще, друзья, я вас прошу, пожалуйста, напишите мне в комментариях о цветах, которые редкие, которые не часто встречаются, которые вы тоже для себя открыли. Напишите в комментариях, и я вам расскажу об этих цветочках, как правильно их выращивать. И мы с вами будем создавать на канале такую коллекцию интереснейших, необычных цветов. Я прощаюсь с вами. Я надеюсь, что мой ролик, ну, скажем так, задел глубинные струны вашей души, искателей и первооткрывателей. Вы точно сейчас пойдете в интернет-магазин 7 семян и приобретете семена этого удивительного, потрясающего по красоте однолетника. В южных регионах он может расти как многолетник. Все, я прощаюсь с вами и до новых встреч.